Друзья, мы продолжаем смотреть с вами ESL Mumbai. Напомню, что это трехсоттычный чемпионат, который принимает восемь команд из разных частей света. И сейчас мы узнаем, кто же будет вылетающим в очередной раз, да, потому что у нас уже покинули турнир команда Complexity, команда Signify. Сейчас это могут быть либо TT, либо TNC. TT осталось всего лишь одну карту проиграть, и тогда все будет у них грустно на самом деле. Хотя начинали они очень-очень даже здраво, в групповой стадии выглядели очень-очень интересно, но все-таки Венеров проиграли Минески. Как раз-таки нам показывают сейчас сеточку со счетом 2-0 вчера, и сегодня имеются шансы на то, чтобы проиграть и против TNC Predator. С чем, по-вашему, связано столько вот нестабильное выступление команды из Америки и настолько неудачное вообще действие их в плей-оффе? Ну, вот мое мнение я озвучил, что мне кажется, что они немножко удивили вначале, к ним не особо рейтили, не особо готовились, и, соответственно, какие-то там немножко оригинальные стратегии у них все-таки, они на своей волне. Может быть, что-то было такое, к чему не были готовы оппоненты, но уже ближе к плей-оффу, соответственно, рассекретили там, что-то подбанили там ключевое, что-то туда-сюда, и вот результат. Вроде не сказать, что они настолько однообразно играют, у них просто обычно этот кулачный бой. Мы все-таки не рассматривали их игры там под микроскопом, да, все, возможно, например, элементарно какие-то действия однотипные, какую-нибудь там пару вардов, которые все время они в одно и то же место ставят. Ты на этих, на реплеях увидел, там где-то что-то сбил, где-то что-то понял, что они там, например, вот любят в какой-то момент там смог прожать, куда-то побежать. Ты это дело прочитал, все, ты им там сбил какую-то игру. Вот они так привыкли, у них все время получалось. Один раз не вышло, они такие, ну блин, что делать? Ну типа, и все, у них игра рушится, а ты как бы на коне. Ну такие моменты они бывают с командами, которыми не готовят. Ну часто это бывает, когда приезжает темная лошадка на турнир, и в группе бомбит. Ну и опять же еще раз, группы, из которых никто не вылетает. Вот Team Team там старались, возможно, на 100%, а TNC на 50%, предположим. И вот они как бы в одном месте теперь находятся, но теперь TNC тоже стараются. И вот тут как бы результат виден, что TNC вроде как поярче выглядит. Что вообще можно в такой ситуации сделать, когда у тебя не получается однообразно играть? Ну то есть вот одна единственная стратегия, ты ее привез, играешь из-под, условно говоря, одного вот этого смока и удара. Пушить. Да, пуш, ну реально, но я имею в виду смысла, мы видели, что TNC пытается весь спектр, но не получается и там. Что дальше? Какие еще эксперименты можно проводить? Я бы, знаете, не сказал бы, что они в пятером наваливались. Как я уже сказал, основная проблема этой игры была в том, что они наваливались в пятером, потом четвером, потом втроем, потом опять четвером, потом пятером. Как какой-то фильм вообще. Да, да, да. Тут не было как-то вот именно... Возможно, потому что герои разнотемповые все. То есть кто-то хочет раньше, кто-то хочет позже. И тут, как Ярик сказал, что вот немножко адаптировались. Вот на шрайн пытались подняться. Тим-тим. Они как по щечину просто дали оттуда с рейнджи, вот это под ровкой на подходе и все. Дальше ты как бы немножко потерян, потому что ты опешил, скажем так, после такого. Раньше получалось, а тут нет. Кто-то говорит, надо подфармить БКБ. Подфармить БКБ, нет, нет, ты нам уже нужен, побежали. Дим, ты там в облаках, все в порядке? Да нет, ты спрашиваешь, что им нужно делать. Я могу сказать, что можно просто научиться играть доту, как бы нападать. И нападать втроем на трех героев, которых они не могут убить. Допустим, мы там видели забавный момент, когда они боролись без кинов, поин и без фена. И там было изначально видно, что драка обречена на провал. На мой взгляд, если команда играет вот так вот и нападает героями, когда она не имеет возможности вообще физически убить оппонента, то им нужно просто научиться играть. Научиться считать, если выразиться точно. Считать дэмэдж, который они внесут герою за определенное количество времени. Понять, что этого дэмэджа, скорее всего, не хватит. И почувствовать, что Дэн нанесет больше дэмэджа, и к чертовой матери всех их убьет. Вот было бы здорово, чтобы они начали с этого. Если они начнут с этого, многое изменится. Мы, по-моему, впервые видим Энигму, мы постоянно банили Германия. Но пора уже, пора уже. В прошлой игре она была в доступе. Да, в прошлой игре я даже никто не взял. Доступная Энигма была. В общем, зачем какая-нибудь... А на Рубике кто-то играет в Тинз? Конечно. Вот вопрос. Нам нужно узнать адекватно, но его нет. Нет, конечно. Да, да. Тинз играет. И Куку, и все играют. Да слушай, но... Ну, Куку — это хард, поэтому... Ну, хороший герой против Энигма. Куку раньше играл. Это Рубик. Был такой. Это Виверна. Это Рубик Виверна Сталисер. Я с какой-нибудь перепутался? Ну, решили, вот, Рубика. Оп, Рубес. Ну, я тут с 7 утра, извините. Нет, Саша. Знаешь, мы видели распики Рубик Дум, но Рубик, ну, Дум в бане. Короче, профессиональная команда, ну, в ней не может не играть кто-то на Рубике. В смысле, ну, есть, типа, сигнатурные, типа, и обзоры, и так далее. Там ты даже не задумываясь, берешь Рубика при любой ситуации, просто видишь, что он не в бане забираешь. А здесь он явно просто ситуативный хороший герой. Просто, чтобы ты понимал, Рубик, знаешь, контрит, Энигму, ну, это такое. Ну, не контрит. Это было когда-то, когда Энигма только на Блэк Холл рассчитывалась. Это вообще другая игра. Типа, это просто герой, который собирал такие... Я забиверно сейчас. Томинаторы. Нет, Джекки Роббс. Другой дракон. Другой дракон. Просто в Юго-Восточной Азии постоянно, перманентно, все распики, начиная с того, что один берет Энигму, в ответ берется Виверна. И так было процентов 80 игр на квалификации в Диснейленде и Берлингер. Ну, Виверна очень хорошо может тоже выключить ему ультимейт. Но, опять же, Энигму, ультимейт, может, и вообще за игру ни разу не дать. И это, типа, тоже, ну, как бы, ни разу не дать, я имею в виду крутой. Даст где-нибудь, чтобы одного героя убить, там, где-нибудь еще даст, на какой-нибудь ганге. И все, как бы, на том. Там мы, по-моему, прервали общение Димы с Сашей, о чем мы разговаривали. О том, что если Энигма есть в пули, ее кто-то контрит, было бы здорово взять героя, который контрит того, кто контрит Энигму. Шархмат. Это сильно. Да. То есть нужен ассайсин, который вырубит Рубена. Нужен убийца Рубена. Убийца Рубена. Кто это? В принципе, фантомка, получается. Фантомка всех убивает она. Да тролл, на самом деле, нормально. Этот, Лина, рано, уже было это, да? Это было, было у них в том же самом пике вчера. Они взяли ее на второй стадии. Выглядело, как будто это саппорт. Точнее, выглядело, как будто это мидер, потому что Гуннер на нее постоянно катает. Но они, типа, ставили ее на саппорта. Играл на ней хмайк, если я не ошибаюсь, и было плохо. Было так себе. Это правда. Вот мне тоже не понравилась эта идея, поэтому, ну, посмотрим. Просто, нет, Лина сильный мидер. В общем, Лина никому фактически его не проигрывает. Ты можешь еще забанить от греха Темпларку, как они сделали. Потому что это, в общем, матчап такой ровный, там, по скиллам. Ну, как и ДК, типа, то же самое. То есть они стоят, но не особо убивают друг друга. Нет, 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 там другая история. Там конкретно кто-то может кого-то убить. А с Темпларкой не могут? Нет, я между с Темпларкой. То есть, знаешь, там такая вот супершаткая история. Просто ДК мы тоже говорили, что он вроде как в состоянии был. ДК никого не убивает, но он не должен умирать, он просто фармит. У Фантомка, Темпларка может сильно выиграть у Лины, если буквально пара действий играет. ДК не может выиграть у Лины, ДК просто постоит. А Темпларка может, поэтому такое там. Если ты не хочешь рисковать, потому что там реально такое 50-50. Ну, ты говоришь, Ория, Нунчика, вот Лина, Темпларка, убил там два раза на Инте, выиграл, просто вообще линию вынес. А порой смотришь, наоборот, Темпларка может убить. Все, игроки крутые очень. Буквально один ксичок где-то, что-то ошибся, под какой-то стан поставился. Где-то пару крипов отдал, не добил, там, Ренджей у тебя добили. Ну, как бы, Линя на смарку. Грусть. Ну да, еще у Темпларки, на мой взгляд, проблема, потому что с Линой Темпларку можно убить, а с Темпларкой Лину, ну, намного тяжелее до шестого. Но лучше избавиться, я согласен, нафиг ее. Вы знаете, лучший плейстайл против Энигмы, это вот подождать, пока враг покажет вам позицию три. Взять свою позицию три, которая будет мощнее, не будет там убирать. Оставить ее там и пойти триплой в атаку. То есть там уже Энигма будет отсутствовать. Если она на перетяжке, она слаба, вы напрягаете очень сильно вражескую легку. А Энигма там не добивается особого успеха. То есть фактически у вас есть лесник, который выйдет с аурой, но ваша тройка бьет чужую тройку. И вот это вот может быть круто. Да тройки-то вообще, в принципе, не бывает. Посмотрим, будут ли они так делать или нет. Энигма же в последнее время почти всегда эта четверка, которая типа идет леса, пока, да, и трипле она не может подключиться. Да, потому тебе нужно выделить вражескую тройку, чтобы свою тройку против этой поставить. Даже с преимуществом, чтобы ты его побил. И когда придет Энигма, чтобы она мало добилась в этом плане. А у врага уже будет легкая линия, очень сильно страдать. А вдруг Энигмы тройка? Шах и мат. Да нет, ну такого практически никогда не происходит. Да, один в один она против многих героев очень слаба. К примеру, там Панда, Кентавр, они просто ее избивают на линии. Не, ну какие-то может. Но вообще так-то Энигма не слабый герой все-таки. Вот много героев, я, допустим, я изобью ее в ноль просто. Вот этими. Уже, я уже, у меня картинка в голове, как ты избиваешь Энигму. Да, пожалуйста. Бист. Мастер. Это, кстати, вот эта тройка. Это какой-то темп пока Тинси. То есть мы видим, что и Джеки Рост, и парень Бист, они хорошо бьют по вышкам, дают хорошие ауры, собирают. Ну, в чем прикол, что каждый из этих трех героев, что мне нравится, он в потенциале может сбить Блэк Холл. Так что Блэк Холл уже не проблема, есть и рор, есть и лед. Я вначале подумал, что шейкеры возьмут вместо ТХД, но решили, наверное, максимально укрепить линии, потому что шейкер на линиях все-таки не силен. Ну, да, и у них все-таки определенный темп вырисовывается, как ни крути. Тут и ауры, и ликвид файр, и вот это все. С кем он нюхает мешочки? Не знаю. Ну, хотелось узнать, чем пахнет мешочек, что-то. Парни, чем пахнут мешочки? У тебя просто нет мешочек. Кто последний раз нюхал мешочки? Расскажите мне, чем они пахнут. Кстати, когда я беста вижу, сразу хочется уже Тираж Блейда какого-то брать. Тираж Блейда, вот Морфа, вот что-то такое. Так, нам покажут, что они думают о Бэйне. Бестмастер усиляет физовой урон, сам физа, Тираж Блейд в физе не страдает. А вот и Бэйн. Бэйн. Да, мы знаем теперь, что это Линамид. Да, и это Бэйн. Мне тут Бэйн не очень нравится. Во-первых, против Рубика Бэйн всегда так себе. То есть у тебя просто в любой ситуации практически могут украсить этот ульт. Это слишком просто, и это слишком сильный скилл. А может быть, я имею в виду, у тебя получается два ченнелла спела. И у Энигмы, и у Бэйна. И они, в смысле, у противника так много дизейблов, что... Дистанционных причем. Да. Дистанционных причем. И это очень странно. С другой стороны, конечно, типа, байтим Праймал Рор на Бэйна, чтобы Энигма могла дать Блэк Холл, или что это вообще? Я реально не понимаю. Я думаю, они просто хотят линию крепить, не придумали лучше ничего. Хотя всегда есть Витч Доктор, например. Бэйн это просто сигнатурный георгий Михаила. Ну, в принципе, вот теперь Бэйн уже более полезен. Он же Гернаута может съесть даже куртилки. Он законтрил сам себя, но они понимают, что слишком много скиллов, которые могут Бэйну сбить ульт легко, и Рубик есть, и вообще, поэтому... ТНС, кстати, вырисовывается такой мощный-мощный-мощный... Под пушек такой. Очень прям тяжело может быть в один момент. Я, конечно, сейчас всех опять удивлю, но нужен снайпер срочно нам, чтобы палку убить и вообще стрелять по ним. Потому что, в общем-то, герои, они... Ну, по ним можно пострелять. Правда, фронтлайнеры у Тим Тима вообще не... Да, они могут просто стрелять. А, у них Лина опять это... Вот это зачем у нее на второй пик взяли? Да, подожди, но Лина тоже далека стреляет. Она саппорт опять. Все, меняем планы. На Энигма тройка. А кто впереди будет стоять? Это Энвина Свенни. Свенни, кстати, нормальный герой против Джаггера. Как ни крути... А, он в бане, все. Как ни крути. Как ни крути, он в бане. Герои про Джаггера. Лучший герой, который стоит впереди, это Бристалбек. Причем, кстати, против этих героев он не реальность. Или он против этих четырех. Саня, его уже второй, там, третий импиарит. Ну, кстати, я согласен, что он... Я тогда не сказал, потому что он мне не понравился. Но здесь Бристалбек, кстати, в бортной герой. Ну, кстати, под Бристалбека похожий. Похожий же? Ну, как похожий? Чем похожий? У него же акцент разный. В серии Бристалбек пшикает раз в три секунды, а Тайт раз в 150 секунд пшикает. Тентакт лимит. Пашет якорем. Якорем, да. Якорем. Мне кажется, на самом деле, мне Тайт не очень нравится против таких героев, потому что слишком много какой-то магии пассивного, какого-то АУЕФ, по которому ты гуляешь. Тут якорем не помашешь. Ну, то есть там Макропира лежит, Рубик, Фейтболты, всякий еще какой-то скилл, который украдет, Джаггер крутится, Бэйсмастер топоры. И ты во всем этом бегаешь и пытаешься куда-то якорь свой вкрутим. Нет, тут план такой. Дима, смотри, ферст-пик Рубик, как тебе вот четыре героя. Да, да, да. Пацаны, Блоколл не состили, так Краваку хотя бы. Давайте доделаем Краваку. И Лульбейд, и Лагун. Давайте напикаем что-нибудь из красных кнопок, чтобы Рубесу было хорошо. Держи, короче, героев, каждый из которых, скилл, который суперполезный, держи каждого из них, и он, наверное, растеряется просто. В такой момент он просто растеряется, у кого что-то ворвает. Так он не поймет, что делать, да? Надо уже Рубика, короче, в нит, и чтобы он Аганим купил, чтобы он не растерялся, чтобы у всех все. Нет, ты ждешь, пока идет Блоколл, нестилишь, думаешь, сейчас будет Равага, погодите, сейчас, сейчас, и вот ты ждешь Равагу, пока Блоколл мутится. Ну так и будет, скорее всего. Ультбейна, или, может быть, Блоколл, или, может быть, Равага, что же делать? Можно все сорвать. Там еще Станлин и Дрэгонслей. Там это тоже очень приятно. Ты куда ни нажми, просто в героя на любовь нажимаешь, что-то полезное у него. Подъел. Даже и Домон и Энигма приятные. Хочется еще одного Рубика пикнуть. Если можно было. Если бы Рубик. Ну, кстати, зашел бы еще один Рубик. Один саппорт, другой мид. Здорово. Так, давайте посмотрим. Ну, у Тим Тим сейчас одна огромная проблема в том, что они могут принимать драку только, получается, с реверджем и с Блокхоллом. То есть, если они это отдали, как драться непонятно вообще. Вообще, ребята. А какой ласт-герой-то должен быть? Ласт-герой должен быть? А, это для Энви какой-то корр, который... Какой-то герой, который выиграет игру, тоже... Ну, это Тироблэйд, по идее, какой-то. Тоже еще... Медуза. Еще же. А, давайте Стоунгейз еще добавим. Энви ударил, как бы, по клавиатуре и сказал, моя медуза, мои правила, мой закон. Ну, и тут, конечно, да, у Тим Тим такое. Лайт хороший, у Тим Тим. Да, Лайт. Такой, да. Лайт за ними. Сочный, да. В тот момент, когда у всех БКБ-хи закончат. Знаешь, мне нравится? Тут еще достаточно по кнопке нажать, удачно. Да. Дима просто, просто. Просто. Тут, скорее, по-другому будет. Они нажмут на кнопки, парни из Тинси выкупаются, идут на Рошана, ГГВП. Потому что у тебя кулдауны, сумасшедшие. Ты знаешь, ты будешь удивлен, но Снайпер идеально заходит для Тинси. Кстати, да. Он и Медузу, как бы, всегда бьет. Для него тут просто не доберутся они в жизни. Да, и очень трудно браться. Птица есть, Птица есть. Вижен дает и Медузу, и вообще. Ну, давайте Снайпер идеален. И, кстати, Снайпер один из всех героев, которые, конечно, уступят линии, как и почти все, но он... И пугно. Снайпер и пугно. Боли. Пугно тут тоже вард, смотри, как всех глупят. Подождите, парни, тут пауза. Пауза на пике? Да. Опа. Так это баг какой-то. Не-не, ну, смотри, это реальная пауза. Тут можно ставить паузу на пике, если что. Подожди, пауза на пике — это какой-то бред. Типа, парни, залагал, что-то на пике паузу поставь. И, типа, ну что, делай, делай. Ты, походу, давно не комментировал Доту, да? Чего? Там снайперы? Да? Ну, конечно, да! Все, все, изи карта. Бам, бэн, бэнк! Это мой кореш-снайпер. Они просто слушали нашу аналитику, они не знали, кого брать, а потом услышали. Нет, снайпер суперкрутой. Снайпер идеален в этом пике. Да, очень крутый. Лучший герой не найти. Наконец-то кто-то вспомнил, что он есть. Он просто и раньше был неплохо. Гра Медузу брали рано. Ты первый вспомнил, кстати. Ты, правда, не видел себя героем, но ты заранее все продумал. И он хотел, причем, для Симфим, по-моему, его. Заранее все продумал. Ты не для Симфим его хотел? Хотел для Симфим, но там уже Медуза, поэтому как бы неважно. В этой игре даже, вот я обиграл, я практиковался, но тут круто Рубика третьей позиции делать. Бестмастер это, а я как бы фармлю, а гоним. Ну, тут можно как делают Сикреты. Тут ультовать Бестмастером никого не хочется, честно говоря. Тейтхантера не хочется, Медузе все равно. А вот Рубик тут дело можно делать. Если они, конечно, гении, но, возможно, они все-таки как сделают? Как вот Сикреты делают? То есть у них, когда появляются такие герои, как Рубик для Ябзара, там же как Пупей прям фул, вообще пятерка, и вообще все покупают. А Ябзар просто в один момент еще и дают префармить. То есть какую-то линию оставит, там кто-нибудь в лес уйдет, там Джаггер пошел, а он там... Ну, то есть тут так надо сделать. Тут реально ему нужен, типа, блин, к гоним, потому что тут можно прям, ух, ссолить. И хайлайтики нарезать. Конечно-то будут хайлайтики. Ну, тут можно засолить, пипец. То есть просто воруешь Раваку, до Шраваку, воруешь Энигму. Терст Пик Рубик, между прочим, будет. Да, да. Они увидели Энигму, взяли, и все, и понеслась по накатанной. Ну, Энви просто сказал, пацаны, двух стилов не будет уже. Типа, одной смерти не миновать, двум не быть. В общем, не было технических проблем у нас за все дни, за что, конечно, респект ESL, потому что Индия у нас не пожатый, так сказать, край, да, то есть там все-таки инфраструктура... Теперь мы его жмем. Жмем, да. Инфраструктура не супер, конечно, готова, но все, они молодцы. Ну, вот первая какая-то небольшая накладка, но вроде как там уже кулачки раздал, я так понял, тренер ушел, видимо, сейчас... Как вы, кстати, можете заметить, сейчас идет как раз-таки реклама MVP, то есть вы прямо сейчас в Твиттере можете найти ссылочку в ESL, ну, в смысле, в Твиттере ESL, вот он снайпер, кстати, и проголосовать за MVP. Это Аркана. В смысле, Иммортал Каунт, это вот знаменитая на снайпер. Я бы пока не торопился голосовать. Нет, это я нашим зрителям сообщаю. Хотя, с другой стороны, в принципе, всегда можно втопить за кого-то из Na'Vi. Да, и все. Ну, они уже как минимум все-таки венеров, то есть шансов достаточно много, что они попадут в финал. Как бы за Мэджикл можно притопить. А есть информация, как зрители проголосовали? За кого? За тут? А, нет-нет, инфа будет в самом конце, если ты про MVP. Не-не, вот на этот матч ты имеешь? На этот матч сейчас сначала с вас соберем, потом будет инфа по полу-печатанию. Я с TNC, я понял, я тоже. А по поводу коэффициентов от париматча, сейчас мы их тоже увидим с вами. Вот и они, 1 на 27 на TNC, и Team Team 3,55, но это, опять же, по всему Best of 3, не по этой карте. Как проголосовали вы, мы сейчас тоже узнаем. Чатик тут суперактивненький. 57 на 43, мнение полностью разделилось, но, опять же, немножечко больше за американскую команду. Ну, мы отправляемся к нашим комментаторам, прям туда, с mail, адекват, забирайте. Забираем, да. Но как-то все меньше и меньше веры остается в этот северо-американский коллектив, потому что проигрывают. Чат верит. 60 на 40 на первом матче было, сейчас 50. Я про вас вопрос. Да, да, и 57 на 40 тысяч, сейчас опять до сих пор верит Team Team. Топка за Envy, но это интересно достаточно. Так получается, что в плей-оффе вот эти команды из Юго-Восточной Азии просто не позволяют Envy что-либо сделать. Минески переиграли, TNC переигрывают. С этим надо что-то предпринять. Минески просто под корень переиграются. Здесь, в принципе, та же самая история происходит. Что-то происходит с командой Team Team. Мне кажется, их раскусили, потому что именно в группе они показали. Они приехали с чем-то, показали, показали этого тролля два раза, там отлично переехали всех. Дальше этих героев просто банят на регулярной основе. Слушай, Enigma вылезла. Enigma вылезла, но тролля нету до сих пор. Тролля не пустят. Ну, вот Bane, сигнатурка для X-Mike, это окей. Enigma Team Team всегда, когда была возможность, просто они забирали. В первой карте почему-то не взяли, взяли Росперита. Но вот теперь удалось раскрыть свой пик. И вот вот что получилось. Да, получилось. Масса красных кнопок. В лейте чисто теоретически это убивается, соперник убивается об это за, ну, буквально там даже закрытым глазами. Можно просто нажать по одной кнопке, все умерло. Звучит классно. Посмотрим, доживут ли до лейта и смогут ли нажать кнопки. Очень большие кулдауны. Это да. И без этих красных кнопок Team Team драться вообще ничем не могут. Только шестисолотовые медузы. Да, нам рассказывали как раз аналитики про эти ситуации, когда вроде бы драка прошла, а тут байбека, у вас ничего нет. Вы Рошана отдали или не отдали? А сейчас эра байбеков как раз, и это может сказаться. Драка пройдет, кнопок не будет, и опять же вот этот Рошан. Драка за обжективы будет очень успешная от Team 7, потому что у них кулдауны совсем минимальные. Тоже я надеялся, вот так вот, ну понятно, что вряд ли это бы произошло, но чтобы Ку-Ку вспомнил старый добрый, взял своего Робика либо в центр, либо там на сложную и показал, как это надо вообще, потому что он один из крутейших исполнителей на этом персонаже, и здесь и ситуация позволяет. Но нет, все-таки решили по стандарту играть в TNC. Раз уж теперь Ку-Ку сел на тройку, то теперь это бестмастер. Но на Робике его товарищ справится. Так, ну что по аронам получается? По две? Так же, как и в прошлую карту, начинаем пока с равенства. Ну и что мы здесь видим? Видим, что Бэйн почему-то отправляется на нижнюю линию вместе с Медузой. Так, так, давайте... Ну, Дабла. Энигма в лесу. Трипла, Энигма уже съела Криппа, и, соответственно, в этом же лесу где-то будет обитать, скорее всего. Поэтому тут нужно будет решать. Тут от Меды будет очень тоже многое зависеть, потому что Армель, если здесь проиграет просто в салат, то на всех лайнах не слишком круто все, потому что сверху будет Тайт стоять отлично, а снизу будет у тебя вот этот Трипла формить, соответственно, Медуза будет формить. Хотя здесь, да, это не очень будет отлично стоять, потому что он соло будет против двух героев. Рубик не хочет еще вниз перемещаться. Здесь вот идет такая вот война у нас, на самом деле. Мог бы подкрутиться здесь Джиггернаут. Так мне все еще интересно, то есть, ну вот какой расклад, Центим. То есть зачастую как это происходит? Тайтхантер отправляется в сложную Энигму в лесу, Тайтхантер получает лишнее кольцо, у него бешеные ХП-регены, линию не проигрывает даже против Даблы, а здесь решили вот Медузу поставить на линию против Джиггернаута, а Тайтхантер на топе вроде как и не весело вовсе. То есть в чем смысл? Ну не супер крутые лайны, на самом деле. И ХМАЙК еще не получил заблочить как раз-таки этот спаун, и на него можно от воды делать пулы. Он хотел это сделать как раз-таки телом, но не вышло, вот они кентавры. Да, кстати, Тайтхантер-то получил себе колечко, поэтому на легкой линии ему будет чуть-чуть попроще. Колечко ему доставили, да, одно кольцо свое, другое кольцо, это, судя по всему, Энигма, поэтому да. Сейчас в моду входит вот этот вниз, там покажите, пожалуйста, как крипы пулятся, там такой проход. Прогрызает твой кор, как раз к Виллингблайден, вот этот вот тут проход, и вот это, видишь, все деревья сведенные, чтобы сюда вниз крипов отводить, они очень удачно отводятся. Если вот этот спаун не блочить, то, что не получил у ХМАЙКа, то ты как раз вроде на выигранной линии стоишь, да, потому что линия должна идти на тебя, потому что Энигма там постоянно крипов жрет. Но нивелируется все. Это все нивелируется за счет пулов. Интересно, получается, Джаггер пока стартует с 8-1, Медуза 5-1, да, но Энви любит, конечно, фармить побольше, может быть, потом подстакают ему что-то где-то, но пока линия выглядит не очень успешно. Если на Бракса нападает, замедление от Кабанов очень большое, очень серьезное замедление, Бракса уходит по двышку, Энкор смеш, добить его здесь не смогли, но такой намек. Тимс до конца пошел по Тавер сверху. Сильно проседает, но там отпивается уже. Ну да, Робик на сапоге, такой быстрый-быстрый парень. Шальной-быстрый. ХМАЙК выходит, тоже очень опасно. Через одного Блэйд Фьюри ты его не заберешь, а вот Дуал Брэст плюс Блэйд Фьюри можно попробовать. Есть Брэйн Сап, да, тогда крутится вертица на ХМАЙК, ХМАЙК погибает, ну сам виноват. Так вышел наглую за спину к сопернику, конечно, просто встретили, убили. Ничего не добавить, 1-0. Тинси начинают с первого фрага. И дальше можно, на самом деле, идти, пытаться там гонять. Но нет, опасно, ИЮ. Слишком много дэмжа получил. Брэйн Сап только есть, второй лейл у нас ХМАЙК здесь, поэтому опасности он не представляет. И только может, да, чуть-чуть упокотаться еще. Коэффициенты на вторую карту 2-25. Это париматч на Тим Тим, 1-6 на Тинси. Но вот после этого ферст-блада больше похоже на правду, что действительно Тинси впередит. Погибает Джекки Рос, вышел Нью Шэм. Ну, про нигму не забываем, в случае чего потянется. И Лина плюс ко всему тоже помогает. Ну и Гунар пока, кстати, центр-то, ну не то чтобы выигрывать, но у него чуть получше. 15 на 5, у Снайпера 12 на 4. Сейчас давал дэмж еще этот противный. На самом деле линии опасные. Тот и другой могут подставиться и погибнуть друг от друга. В соло причем, да, потому что тут где-то под Шапнелли можно встрять, хотя их не качал еще товарищ Армел. Где-то вот такие станчики будут Гунар ошальные залетать. И башики тоже. Хорошо качается Снайпер, видишь, и под Шапнелли качается. Ну это, прекрасно понимаешь, что он против Лина стоит. А он сейчас поставился под стан, скорее всего погиб. Очень опасный момент был. Ну, у него еще феррифайр еще был. Ну, да, был бы слоу-клосс. Опасная линия, очень опасная. Dragon Slay вы залетают, еще попадает по Армелу, неприятно. Какой-то ганг здесь. Вот если вмешается кто-то из суппортов, но опять-таки кому вмешаться у Тим Тима непонятно, потому что Энигма лесной. А там вот Рубик и Джокер, кто-то могут прийти на помощь. Вейхат, сейчас Икс Майк, он не видит здесь Габи. И как раз не отбегает, не попадает. Дуэл Брисом. Если бы сцепил Дуэл Брисом, скорее всего, все-таки гернат пошел. Вторая крутилка, да, тут слишком мощно. Наверное, получилось. Но Бракса пытаются выгнать его все-таки. И бьют его очень серьезно. А у него как бы Риген хороший. 13-0. У него по крипам. Должны его забирать. Телепорт должен делать. Заберут Ли? Да заберут, конечно. Там еще Телекинез. Не-не-не, все это минус. Уже точно. Отпусть под птичку. Все видят прекрасно. Конечно, заберут. А у него аутов не было. Тоже забрали. Теперь Икс Майк получает раскрутку от Гэпбикс. Майк, но опять-таки без Дуал Бриса, поэтому переживет раскрутку в любом случае. Не подблочил. Хотел подблочить как раз Телом. Но не получилось. Если подблочил, то там, конечно, успел бы прийти у нас Джакиро и дать бы минус. А теперь крутилки нет. Вообще, Энви помогает. Мистик Снэйк отличный. Причем Энви, мы видим, фарминг все-таки замечательно. 20 на 10. Крипстат такой поувереннее даже, чем у Джаггернаута. Все же вот Нью Шэмс за счет того, что съедает крип, он позволяет эту линию выигрывать для стаи команды. И Ник, причем, сам тоже выходит в хороший крипстат. Сейчас опасно 3 секунды. Слеп нужно делать срочно и будить. Будить нужно, будить, будить, будить и убивать. Там 5 минуты контроль баунти хочется. Ну, наверх бы побежал бы, убил бы просто Гэби у нас. А где баунти бы тогда дал? Энви забрал бы снизу, сверху забрал бы Нью Шэм. Ну, нет, Гэби просто забрал бы баунти руну и забрал бы его. Там одно из двух. Не знаю, в итоге решили просто забрать баунти, какие смогли. Тимс там забрал две на топе, например. Учился неплохо. И большую часть баунти руны забирает ребята из Тинси. Да, бомбракса отсюда трудно выходить. На баунти руну вообще бегать нереально. Слишком замедленный. Да, он есть у него вроде ботинок, но все равно. Снайпера, вот его нужно гангать. Потому что, если он просто так стоит, да, он чуть по крепам проседает, но все равно у него все неплохо. И он, его нужно убивать. Чтобы у него совсем все худо было. Потому что он выйдет потом, куда-то придет, знаешь, ассасинейт издалека заряет и пойдет дальше фармить. И такой раз плюс 300 голды, и потом раз опять плюс 300 голды. Ботиночек уже есть, два бандай есть. Да, угон, наверное, все неплохо. Ну, снайпер, конечно, не дровка, да. То есть пойти быстро, чтобы зафармить у снайпера не получится. Но при этом, да, оставлять, конечно, на фрифарме этого героя ни в коем случае нельзя. Потому что собирает себе свои айтемы. Опять через какой-то, может быть, пику там блин к манту, и будут с ним проблемы. Определенно точно. Меня интересует лес команды Дайр. Там делается так Энигма под Энви или нет? Чем-то занимается Нишем. То есть фармить лес, это, конечно, понятно. Играет ли он на своего керри в будущем. Что-то очень важно. Для Медузы. Вот выход в центр. Тим здесь попытается помочь Армеллу. Гунар выходит. Шаптель полетела. Фейтбол. Телекинез же где? Телекинезиса нет. Не хватает. Ультимейту снайпера был, на самом деле. Мог бы. Могли бы как-то попробовать. Что сверху у нас? Можно, наверное... Да, 2000 у нас. Нетворс у Тайтхантера и 2700. Ну, не так много прям выигрывает. Ну, выигрывает. Хорошая шкачка, что и левел есть. Да, играет без ревежа. Потому что смысла нет куда-либо сейчас телепортироваться, его реализовывать. Если здесь не нужно, реально постоять и покачаться до какого-то Владимира. Потом просто лиса по лису. А наверх отправить Медузу стоять. Чтобы как раз она там в безопасности была. Выход от Энигмы вниз. Сейчас, похоже, куплен Доминатор был. Там брако снизу. Да, будут драться. Правда, Эксмайк погибает. Инвиз здесь с Ньюшемом. Есть Мулифайз. Уходит в хорошую позицию. Уходит Гэби. ТП сюда. Гунар. Так, вот это интересно. Надо план перехват по Гэби. Не попали с Танчиком. Гэби спрятался. Его нашли здесь и будут убивать. Ну, найстрайк. Как говорится. Хорошая попытка была. Если была бы одна елка, наверное, скорее всего, и ушел бы. Ну, четыре героя. Опять снизу. Только в четыре могут убить персонажей команды ТНС. Ну, вообще, стоило ожидать, что Энигма рано или поздно из леса-то выйдет. Все-таки Доминатор. Дело такое. Стяжка. Униз. Бестмастер. Уже влетает. Но там катапульта его контролит. То, что по варду пробежался. Все видно было. Все прекрасно видно. Отходят здесь ТимТим. Запушить прямо сейчас, конечно, не смогут. Есть вариант просто отойти и пофармить. И Медуза уходит как раз-таки интересный ДП. Прямо на свою святыню. До которой можно было добежать за пять секунд, наверное, примерно. Стаке. Потому что стаке надо сделать, поэтому телепорт. Ага. Интересно. Слушай, там покажите стаке. Просто покажите лес команды Дайр. Вот нижний. Будьте добры, обсерверы. Вот просто хочется посмотреть у ТимТим нижний лес. Вот. Стаке. Вот. Вот что нас интересует. Да, стаки эншентов и нейтральные спауны, как раз-таки которые сейчас Медуза на три уже сплитшот закачан. Где-то примерно. Я сейчас это все будет выфармливать. На два. Смейку на три взял. Потому что все-таки на Даблайне стоял. Да, Нигма хорошо тут старалась. Как раз-таки от леса фармила. И плюс ко всему. Ну, нет, на эншенты... Рановат пока. Да, слишком рано. Нужен четвертый сплитшот. И дамжи побольше, конечно же. Снайпер. Снайпер. Своего новость. 2900. Он Лина уже опережает как раз. И поэтому он подровнялся. И самое главное, что и Тайдхантер еще подровнялся под Мисмастер. Как раз-таки из-за того, что Мисмастер пошел вниз гангать. Он спокойно там против Рубика стоял и фармил. Тайдхантер сейчас тоже очень быстро Владимир вынесет. Праймал Рор. Здоров, дядь Миша. Слип, брейнсап, кабана. Нормально. Понятно, что это его не спасает. Но выход есть, наконец. С интересным билдом. Таким через Фейзи, через Блайтстоун. Напал, убил. Дальше, по идее, тоже можно сделать Доминатор на свою команду. Можно Владмир, можно... Меддальку можно сделать. Можно Солар, конечно. Тоже здорово будет работать. Вариантов масса, куда развиваться кукум. Нужно просто фармить. Ну а Снайпер будет делать молнии, дабы ускорить скорость его. Ускорить фарм свой, конечно. Ускорить... Себя. Ну почему нет? Ну ладно, пока, в общем-то, все логично, да. Все же у команды Тим Тим, несмотря на такую жадность, получилось на кор-героях получить деньги. Потому что и Тайтхантер, мы видим, и Медузы, и при этом, при всем, Лина и Энигма получают свое. Хотя Энигма в меньшей степени не так уж сильно ее преимущество перед Рубиком, тем же самым. Все фармят, да, только Доминатор пока готов. Причем Блэкхолл вкачан на шестом, поэтому можно будет воспользоваться, если что. Тоже Эншн-то стакуются постоянно. Десятая минута, и контроль рун. Снизу две будут забирать, он с Тин Си, а сверху, соответственно, два вот этих мощных кора команды Тим Тим. Того же будут забирать. Пропалили стаки, пропалили стаки кабаном. Там Ястреб, по-моему, висит над этим всем делом. Да, Ястреб висит, и эти стаки, ну, за них война должна быть. А кто их будет забирать просто? Рейдинг там тоже непросто их взять, на самом деле. А у них негом их забирать. Да, а там... Ну, только всей команды есть. Они могут приходить убивать, но... Под Хилинг Вард это обязательно нужно делать большого уровня. Ку-ку, отлично, Роджи открутился. Нападает. Минайд Пульс успевает под себя дать Нью Шэм. Но все равно погибнет, конечно. Найс пас по таймингу, плюс Гэби дал крутилку. Ну, сверху тоже товар падает у нас у ребят из ТНС. Потихонечку это все происходит. Да, еще Глиф юзает. Ну, соответственно, Тир-1 канул в лету. Один в один разменялись. Ну, плюс ко всему фраг в копилку команды ТНС. Ну, стаки, естественно, не забрали, потому что элементарно нечем. Хотя и захватили чужой лес. Я думаю, это прекрасно понимают Тим-Тим, поэтому особо Рьяно сюда и не перебегают. Ну, мол, давайте за стаки свои повоюем. Да нет, все нормально, все в порядке. Готов джевелин уже у снайпера. Дамажит лучше, дамажит серьезнее. Медуза выгоняет тем временем из своего леса соперника. Ну, в размере на игра абсолютно, конечно. Нет никаких шальных мув уже. Смог атак тоже довольно мало. 5-2 и меньше тысячи за Тим-Тим. То есть все просто фармят, получают деньги. Кому это выгодно, вопрос. Тим-Тим, наверное, да, с их лейт-потенциалом-то? Уходить куда-то в дебри в этой игре. Ну, понятное дело, это Дуза, это Энигма, это Тайтхантер. Это все очень больно. Опа, айс-пасс. Интересно. Ну, нет, ультимейта еще нет у Бессмастера. Так, конечно, убили бы. Хотя, нет, ну, конечно, догонят. Должны догонять. А дальше? Нет, дальше не пойдут. Слив, да, по Бессмастеру. Ну, думаю, просто отсюда будет уходить. Отлично опять Кабаном. У нас играется здесь Ку-Ку. Без каких-либо проблем. Они гангуют здесь Лину. И самое главное, чтобы Тирадин Тауэр. Тоже очень важный оплот, на самом деле. Потому что этот оплот, он поджимает Медузу к базе. И очень не хочется это делать. Очень хочется, чтобы подольше стояли Тирадин ТВР. Да, причем, вроде, казалось бы, играете против Энигму, которая есть в Блэкхолл, против Тайтхантера, у которого есть в Реведж. Вы заходите под Тир-2 добивать Лину и никакой реакции в исполнении Тим-Тима. Только Икс Майк постарался помочь. Телепортовый Тайтхантера, скорее всего. Медуза, в принципе, она пешком добежала, потому что она где-то тут в районе леса была. Поэтому не смогли пролететь и за эту драку отменили. Ну, в таких таймингах ловит Тин-Си сейчас Лину. Это очень приятное убийство, потому что Лина не получает разгона. Да, Лина поначалу стояла хорошо, теперь 4-100, надпорос 6-й на карте. Значит, очередная попытка. Опять нету. А Тавру уже нету, никто не телепортнется. И это за последние 40 секунд второе убийство на мидере команды Тим-Тим. Это очень-очень плохо. Гуннер потерялся. Вот та самая ситуация с Квапой. Там он вначале вообще побегал, но потом не смог дать нормальных раскастов. И в мидгейме просто пропал. Здесь он пропадает уже с 10-й минуты. Лины нет. Нет лагуна Блейд, нет раскастов, нет выходов на каких-то мягких суппортов, которых можно быстро убить. На снайперов смог тоже не вышло. Ого, Энви. Пошел Блейд. Это... С мемильными шагами. Я не знаю. Но это Энви, а что это? Это Энви, который хочет затянуть игру до максимума. Энви, который хочет, да, выиграть эту игру в лейте где-то на Медузе. В Соло. В Солар Крест. Ну, Медас на Дузе. Ну, может быть и оправданно то, что там где-то на 70-й подеремся. Ладно, нам вот недавно хороший ролик вышел от господина Ярослава, где рассказывал, что Медас, помимо всего прочего, это еще и атак спид, а для Медузы это полезно. Быстрее фармишь, быстрее экспо получаешь, быстрее деньги получаешь. Блэкхолл может быть? Да нет, вот так то, что запаратишь. В два ульта? Хорошо. Финсгрипп Блэкхолл. Слишком много чести было бы для ее, для пятерки. Ну, ладно. Так, забрали. Все хорошо. Снайпер по верхнему того же работает. Снайпер все круто. Сейчас уже несет себе молнии. Молния, которая. Да, издалека будет стоять, расстреливать соперник, к нему подойти будет тяжеловато. Нужны какие-то блинки, либо какие-то смоки, чтобы добежать в спину снайпер. Я думаю, сам снайпер сейчас как раз таки. О, вот. Те два героя. Дроу Рейнджер в первом, на первой карте, и снайпер на второй. Либо даггер, либо сразу пику. Аналогия прям максимально близка здесь, да. Герои похожего плана. Ку-ку уже на Медикаху к себе дома бегает. Сейчас к нему в спину как раз заходит. Ну и опасно. Кабанов надо сразу на него натравливать. Да, сейчас будет гаджет летать. Спалили. Там Кендавр вышел и подвышку подставил. Сразу глики пошли. Все, видел Рубик. Сварвал, кстати, и Далонов. Опа. В ответочку. И пойдем фармить леса. Теперь у меня такие уже есть. Закира. Опять попытка. Финсгрипп будет. Телепорт надо делать. Кто за Джекироса дерется в нынешней Тодоте? Никто не дерется. Вообще можно было подраться. О, там Лагуна. Гунов забирает здесь килл. И чуть меньше тысяч у нас тим-тим ведут. Нашли того парня, которого можно забирать нон-стоп. Это Джекирос. Пока ребята из Тинси развлекаются с Линой, тут дракона решили приручить. Господа из тим. Да, молнии готовы. Но что, выход на Рошана прямо сейчас? Почему нет? Очень похоже. Владимир есть. Все есть. Снайпер. Неплохой дэмэдж имеет. Джекирнаут. Все под хилингварт. Четвертый уровень, по-моему. Поэтому можно забирать. И самое главное, потому что они все последнее время контролировали эту часть карты. И тут нет вардов. Хороший вард стоит, но на шрайне. И он не видит передвижения. Без каких-либо проблем собирают здесь Рошана. Очень похоже, в первой карте подобная ситуация была, где дайр тоже вроде собирались иметь. Но так поздно отреагировали, что не стыдовали. Опять сканы, посмотрите, за секунду, за две, буквально до смерти Рошана. Просто идентично. Один в один. Но вот не хватает немножко контроля карты, не хватает понимания. Может быть, не хватает, чем занимает соперник. С другой стороны, Тейт Хантер вот только-только блинк себе приобрел. Это хорошо. Ну, надо терпеть теперь, да. Противник с Аегисом пять минут чилим. Ну, мне кажется, пора реализовывать здесь ультимейты. Потому что есть Даггер, есть Владимир, есть мана-ботинки. Тейт Хантер сейчас очень сильный, он очень большого уровня. Он третий идет по натворству. В принципе, ну, ты сейчас со снайпером как раз поделил. Третье-четвертое место. И они могут подраться. Может, и не надо. Может, и не надо. Может быть, Дуза отжираем. Икс Майк. Минус он. Здесь просто бешеное количество и долоны. Как раз те самые сорованные. Два кабанапа. Это все под Владимиром. Это бешеное количество урона. И выход на тердва. Атос от Лины. Ныне популярным стал этот артефакт для медовой Лины. Что можно цеплять. Раньше как-то через Юл пытались играть. Теперь Атос им проще. Кинул. Станчик дал. Проказ дал. Все хорошо. Ловишь соперника. Интересный билд. Формящая дота у нас. Очень формящая. Знаешь, ты первая, что вторая карта. Ну ладно. В первой карте там как-то вот мы 30 минут ждали. Ждали от Энви Чудес. И его с ног шибательного врыва со Свеном с миллионом артефактов. Не дождались. В этой карте будет подобного плана Медуза. Ну, здесь в принципе то же самое может быть. Как бы в него могут дать рор какой-то. И на этом моменте он умрет. Может рассыпаться. Ну, потому что пока он слишком худой. Смок. Радиант. Да, вот там в своем лесу как-то разгулялся. Это Энигма. Отпушивают линию постоянно. Хотят туда выкурить соперника. Но от Тим Тим здесь уже и след простыл. И Радиант. Такое ощущение, что все устраивают. Ну, есть. А еще раз с ним. Джаггер идет просто фармить нижнюю линию. На Тир-1 идут. Нужно Тир-1 забирать. Слишком. Ну, простой Тауэр. Вряд ли за него будут Тим Тим биться. Ну, за Тир-2. Да. За Тир-1. Ну, у Рубика как все классно. У него есть линза. Это 17-ая минута. И Даггер через буквально 20 голды. У Тимса он должен исполнять драки. С такими артефактами просто обязан исполнять драки. Причем не сказать, что как будто вот четверка фармила, а пятерка там вообще без денег. Ну, нет же Кироса. Посмотрите, 2 800 на Творца. Без денег там дядь Миша бегает. Но это стабильная ситуация. А так, у суппортов команды Тин Си вообще полный порядок. По фарму все хватает. У суппортов есть деньги даже на то, чтобы покупать такие вот артефакты, линзы, блин. Классно. Ну, Рубик будет полезен здесь. Да, Рубик еще плюс 200 хп себе берет на 10 уровне. Еще более такой выживаемый стал. Вот как раз сейчас. Ладно, аганим поставил. Ох, намечается, тыкаточка такая. Если Рубик такой будет. Тир-1 падает. Опять же, без боя. Сверху Тир-1 уже нет у Рейдентов. И можно на Тир-2 выходить. Пятый Тауэр. Тоже, наверное, без боя ломать. Очень сильно сейчас по Тауру бьют. Как раз и Блайстоун есть, и Владимир есть. Все это работает. И скорость атаки бешеная, самое главное. Не узнаю я команду Тим. Вот вспоминаю матч против Тин Си. Но веселее играли. Реально веселее играли. Тролли сражались, пробивали. Ну, тролль был. Ну, окей. Там тролль у Энви покупал БФ, так или иначе. Да, он был, но там тоже был фарм. Но там была веселее просто катка. Надо вспомнить, на Кунгунер играл. Одна игра на инвокере. Вторая тоже на каком-то активном парне. Нембель там соло тащил. Ну что, мне кажется, на рампу пора посмотреть, понюхать Тир-3. Что там как. Аегис есть. В принципе, не особо рискованно. Пять игроков там есть команды. Это все под Владимир, под Ауру. Это очень быстро произойдет. Ну, что самое моментальное. Телепорты делают. Вот они как раз таки. Два пошло от Тайтхантера и от Бейна. И все нужно отойти. Как раз таки стянули сюда. И сейчас нужно свою часть карты отжимать обратно. Вот они телепорты обратно на мидл. И занятие своего леса как раз таки цеплять нужно сейчас игроков команды Тип-Тип. Потому что кто-то там задержался. И Лина, одна из них, как раз таки мидер команды, отправляется в таверну. Как-то, да, действительно затерялся. Гунар не отошел. Потому что команда-то его точно в рассыпную. Кто ТП, кто в свой лес. Слишком просто сейчас было для Тинси. Забайтили на пару телепортов и уже цепанули кого-то. Грамотная игра. Вот такая дисциплинированная дота. То есть они действительно пошли через низ. Две вышки сломали. Развели на ТП. Вернулись. Заняли свои позиции. Убили Лину на перехвате. То есть не притерешься даже. Вот просто пытаются реализовать свой Егис. Хотя при этом все еще. Мы видим то, что такой вот жадный пик Тим-Тим. За счет мидас и так далее. Ну, по экономике-то держится. Меньше тысячи у Тинси преимущество. Хотя, казалось бы, вот динамика такова, что Тинси на карте делают все, что хотят. А Тинси им не отвечают особо. Тайтхантер хорошо фармит. Он имеет возможность Тайли софармить, Эншн-то фармить. Дуза. Она, в принципе, с мидасом топ-1 идет по Нетворсу. Вот этих тысяч, тысяча, сколько там, 600. Нетворс, ну да, сейчас меньше будет. Лишним, да. Ну, тысячу, да. А по Тайтхантер. Тайли это цель. А может его просто убить? Симс легит. Бракс? Бракс? А Тайтхантер убивать? Убили. 45 секунд. 45 секунд. Нет ультимейта у Дузы. Тайтхантера нет. И можно посмотреть, опять же, что происходит на рампе. Потому что Айгз до сих пор есть. 15 секунд до него остается. Мне не будут рисковать просто. Перепатывают, просканили там Айгз, кто-то опять не уходит. Кто-то, кажется, это Ньюшема. Здесь будут ловить, сдав в кустах, ускоряется в ДГБе. Есть Дефисжел Блэйд. Там Кримсон, там Кримсон, простите. Пробить Кримсон будет тяжело. Ку-ку, прыгнул. Здорово. Миднайт Пульс на развороте. Блэйхол бы дать, но нет команды рядом. Праймал Рор. И Ньюшем. Кримсон активировал. Но толстый. Толстый, но все равно умирает. Тоже без байбэка, тоже загулял. Вальяжно сейчас начали играть как-то очень ТНС. Просто по карте бегают и убивают. Делают все, что хотят. Просто все, что хотят. Поймать и убьем. Пойдем. А потом сюда тупешимся, заберем Лину. Пойдем. Как известно, в Доте играть вторым номером это проигрышная стратегия. Но именно такую стратегию выбирают Тим Тим на первые карты. Не всегда. Ну, вторым номером играть не то, что проигрышно. Играть очень тяжело. Всегда хочется доминировать на карте. У тебя и фактически не остается пространства для ошибок. Ты не можешь позволить себе допустить большую ошибку из-за этого. Ну и потом держаться. Потому что играя вторым номером, допускаешь ошибку, проигрываешь игру скорее всего. Да. У Джей всю свою жизнь играли вторым номером. И это не мешало им взять и пять мейджоров, и... Что? И что? Что-то взяли. Какой-то турнир там, я помню, маленький. Ну, такой не очень. Небольшой, да. Какой-то щит. И там они тоже играли вторым номером, потому что весь этот турнир они камбетчили со счета 0-1 там и так далее. Ну, в общем, они все там матч, по-моему, 2-1 закончили. Ну, плюс-минус. Камбетчили с лозеров. Ну, было дело. Но надо Тим Тим включать режим у Джей. Поехали. Или же нет. Медалька появляется у Бестмастера. Да, выход в Солар будет. Пика уже готова у снайпера. Ну, и потихоньку-потихоньку Тим отпушивает верхнюю линию на Аганим тоже. Подумывает об Аганимчике. Пригодится, лишним не будет, это прям точно. Аганим, если своровать Блэкхолл... Блэкхолл. Это такая боль с Аганимом. Ты можешь просто написать в чате, что ты своровал Блэкхолл, и у меня есть Аганим, и соперник должен просто выйти из игры. На фонтан. Какой смысл, да. Не выходить оттуда. Все так, все так. Ну, слишком больно. Потому что Энигма мечтает о таком, чтобы у него был Блэкхолл с Аганимом. Да, Саганим. Все же, подплавливает. Смог у нас от команды ТНС. Очень хорошо байтит у нас на Рубика, который соло ставит, тушивает линию. Энигма снизу, куда пойдет? Заход, очень мощный заход. Не знаю, кого будет цепать. Они думают, либо туда непонятно кто, а снизу Энигма 100%. Кого ловим, кого ловим? Дузу надо ловить. Да, дузу было бы вообще классно. Смотри, какой вард классный стоит, только что поставили. Вот тот самый вард. Уже нужно... Ну, нужно заходить в вардский лес, вот мимо этого варда пробежать. Долго бежали. Кто-то умрет. Кто-то умрет, и, скорее всего, это будет Энигма. Да, она уже умирает. А там снайпер. Опа, его не видно было под вардом. Нью Шэм. Сквозь всех Нью Шэм. А там драка продолжается на бестмастер. На него нападение идет. Ультимейт, орор. И это еще минус Бейн. Два суппорта команды ДТТ умирают. А тем временем Рубик сверху доигрался. Лина его соло забрала. Кора живут. Коры живут, и с Кадди наклевываются. Монта есть, Кадди есть, Медас есть. Медуза все неплохо. Скоро Медуза сислотовой будет. Я, как коммендатор, боюсь только одного. Что вторая карта станет прям зеркальным отражением первой карты. Ну, то есть повторится все один в один. Один орор в Медузу и ГГ? Да, но что вообще ничего не произойдет. Одна команда минирует. Мы смотрим и ждем. Надеемся на второй команды хоть что-то увидеть. Ой, Рошан, смотри, как бежит эта полоска. Это он просто появится через секунд, через 10. До 13. Нью будет. Ну, то есть шансы у Тим Тима подраться, конечно, на Рошане имеются. Вопрос только в том, опять-таки, среагируют ли они. Потому что что повижу. Редко реагируют на такого быстрого Рошана. Рошан вот только появился. Давай сейчас потом. Потом сканчик, как это произойдет. Ну, ты не будешь скан сразу езать. Вот 8 минут прошло, и ты сразу скан. Смотри, Кабан забежал. Опа, Рошан появился. Надо идти. Надо идти моментально. Инфа есть. А Лина, смотрите, забирает себе дохил. Все. Грифсы. Интересные. Грифсами бедузы очень толстые. Надо бежать, 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 бежать. Рейдинг пока тоже не торопится. Иллюзии идут. Начак как раз-таки на Рошана. Надо их убивать. Дэбл дэмэчу. Ну, это дэбл дэмэчу. А, это хосты. Точно. Это уже хосты. Начинаем немножко. Потому что голды на кабанах и птицах. Ммм, 560. А не так много. Это не так сильно грешает. Боятся. Уже ТНС, видишь, они просто боятся. Всего лишь 2000 преимущества. 1000-две. Вот прыгает как раз-таки у нас графика. Это 13-5. Минус 6 товаров. Полностью вообще контролирует игру. По идее. Но на самом деле нет. Все может в любой момент поменяться. Потому что дуза реально имеет хороший перифарм. И все ждут. Но начинается. Мы стоим на одной горе. Вы на другой. Между нами речка непроходимая. Тает лед. Тает лед, да. Ну и кто-то должен сорваться. Кто-то должен пойти в тот самый отчаянный шаг. Подраться. Или нет. Максимально. Ну, как это делается? Ты пушишь максимально вниз. И просто стягиваешь туда оппонента. И сразу моментально телепортируешься на шрай. И Ю, конечно, наглец. Я не знаю. Это вот насколько наглость должно быть у человека. Чтобы при том, что команда полностью пошла захватывать 2 баунти снизу, он пошел 2 баунти в соло брать на топе. Ну, то есть вот так вот. На самом деле, Симон отбежал бы сейчас еще. Он бы мог бы выжить вообще. Да. Тим Тим настолько слабая команда, что они вообще баунти не будут контролировать. Без байбека на самом деле очень опасный момент. Ну и рискованный момент. Так нельзя делать. Нельзя, конечно. Это слишком нагло было. 30 секунд. Сейчас ребята могли вообще на Рошана пойти бы. Попытаться убить бы. Но они не знают, что тут же Кироса байбека нет. Поэтому, как у нас агрессивно сидит, бестмастер в каких кустах. Пытается кого-то вычислить. Здесь Владимир, медалька Даггер. Очень хороший инициатор сейчас. Плеса ку-ку. Что Медуз-то? Скади готова? Да, я думаю, плюс-минус готова. Но должно быть уже. Да, и Скади есть. О, там уже 1600 денег сверху. Медуз не кинут. 20 уровень. Это еще плюс 700. У нас к Мане. Она сейчас станет очень бешеной. Не-не-не, там таланты поменяют. А, да-да-да, там на 25-м. Там 1000 еще дается. Точно. Поэтому надо до 25-го терпеть будет. Но 20-й тоже близко. Это важно. Это важно, это важно, конечно. Дам, я посмотрел. Это быстро дойдет до 25-го. Это да. Блинк, интересное решение. Ты посмотрел в быстром закупе. Не знаю, рофл это или не рофл от товарища Энби. Но кажется, Медуза с блинком нас с вами работает. Знаешь, и в кустах включаешь Stone Gaze. И внезапно. И под конец ты уже бьешь всех. Это как минимум интересно. На миде. Что у нас это опасная атака, на самом деле. Бракс сильно проседает. Его можно спонуть, на самом деле. Накрыл. Вообще без шанса. Они просто били Тайтхантера с дистанции. Завалили нюками. Ну ладно, макропиры нет, Праймал Рора нет. Повод ли это кормотить? Я не понял, у Тайтхантера есть байбек. А надо, а надо, а надо. Да, может и без байбека с Праймем. Смог, 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 смог. Там Рубейка, он это все сейчас запалит. И не дает пройти нормально. Шрапнель тут от Гэбби. Видит, 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 видит. Опа, ку-ку, Dragon Slave. Энби ворвался. Станчик отличный от Гунара. Но айспас не менее хороший получился от ТНС. Откидывается тут же, конечно, Шрапнелю. Вошел Гэбби в спину. На Иксмайку скидывает вниз. На себя Сли выигрывает немного времени. Иксмайка застреливает даже под Кримсом Гардом. Тайдхантер сделал байбек. У Бэйна байбека нет. Как же они разводят? Джекирос очень много делает полезного в таких драках. В узких пространствах, где ты даешь один айс паст, перекрываешь проход сопернику. Это сильно мешает. Это сильно бесит, на самом деле. Некомфортно. Тайдхантер выкупает стоп. Вот такие микромоменты тоже. Можно сказаться очень сильно. Байбек Тайдхантер точно должен в какой-то момент сказаться. Конечно, напряжение здесь на пределе. Просто потому что Тайдхантер там остается 20 секунд до респауна. Он делает байбек, и драки все равно нет. Это не из хорошего. Попытка Рашана может? Там Ястреб. Две соточки. Пытался спрятаться. И сразу моментально Шадоблэйд. Опять же, линии надо отпушивать. Да, нормально просто идти поверху. Кинуть там либо Шапнель, либо что-то. Бабочка будет уходить. Надо будет задумываться уже как раз таки кормом команды Тиньси о приобретении манкинбаров. Потому что, ну, с бабочкой ее будет нереально пробить. Только как-то за счет магии. Ну, так же с дистанцией нюками, да, покрывать. Опять-таки, макропиры под Медузы, это всегда очень больно. Сколько бы там мана не было, сжигают. Это тоже нужно учитывать. Затишье продолжается. Никто не хочет рисковать. Никто не хочет идти вперед прямо сейчас. Пытаться забирать Рашана. Это слишком рискованно. Можно в одну драку отдать просто все преимущества. Айгис очень важен. Которого, на самом деле, это и не так много. Если Тим Тима это Айгис заберут, они смогут эту игру выиграть. Мы понимаем, почему так все происходит. Но, опять-таки, это сетка нижняя, друзья. Тут проиграл, вылетел. Понятно, что турнир не ДПС, но, так или иначе, хочется пройти подальше, выиграть Мерс. Было бы интересно. Смог. Так, а Смог под чем они нажали? Было ли что-то у команды Радиент для Вижена? Птица могла висеть. Вот она, только что умерла, по-моему, эта птица. И запалили их. Заход все равно интересный. Там готов Джекиро встречать с хайграунда. Было бы круто. Ее клики прошли. Да, есть инфа. Есть понимание того, где находится соперник. Заходят. Спокойно отходить. Просканили еще плюс ко всему Радиент. Сейчас точно знают, как соперник обходит их. Спускаются поближе к вышке в центре и все. Не вышло. Тут столько возможностей. И варды какие-то стоят, и ястребы, и кабаны. Чтобы разведать ваш Смог, понять, где вы находитесь. Поэтому внезапными быть здесь сложно. Особенно, когда все знают, что цель одна. Объектив один — это Рошан. Ну, потихоньку так или иначе Энви-то фармит. Ну и смотрите, отрыв по Нетворсу. Энви от его ближайших преследователей. Противоположной команды он растет. И это уже пять тысяч. А это Медуза. Пять тысяч — это целый слот. Бабочка халявная практически. Бабочка только шесть стоит. Вот. Да. Вопрос только один. Пять, пять с половиной. Выиграет ли Энви эту игру в соло или нет? Только один вопрос у меня. Больше вопросов нет. Сможет ли он дать отпор за первую карту? Всем, в общем, утереть нос, сказать, ребят, я могу. Я нажимаю кнопки, все окей. Я побеждаю, если нужно. Или же повторить судьбу первой карты. Вот все, что меня интересует в этой игре. Опять же, у него нет ни Блокенбаров, ни Линкенсфер. У него есть... А теперь здесь нажимать нечего, да, ты хочешь сказать? Ну, Манта Стайл у него есть. Единственное то, что можешь нажать. Но можно остановить. Можно подкайтить. Айспасик, рор. И там еще что-нибудь, станчик какой-нибудь. Вот это дикое замедление от снайпера постоянно, когда шапнели бегаешь, кабаны, которые тебя мучают. Всегда есть вариант убить тиммейтов, а потом с Медузой справляться, если что. Состояние на реке Угре у нас происходит уже последние минут 10. Никто не хочет никуда выходить. Просто моментальная и постоянный фарм на всех лайнах. Местик Снайк сейчас фейтбол будет. Да, Медуза, мы видим. Ну, она начинала все-таки с нижней линии, поэтому большая концентрация телодвижений была именно здесь. В районе опять-таки лесок, где эншенты. Все вроде бы понятно, все очевидно. Ну, чужой на половину практически не ходил. Чужой лес не ходил. Инги. Делать там нечего. Мьолнир готов уже у Снайпера, но повышает свой ДПС в драке. Классно. Джаггернау тоже Мьолнир собирается делать. Но пока предпосылок к покупке манки кикбаров мы не видим. То есть чисто теоретически будут проблемы с тем, чтобы Демендузу продамаживать. Понятно, что там есть пассивка у Снайпера. Это достаточно прикольная штука. И молнии, плюс ко всему все еще это рабочая схема. Два Мьолнира, я так понимаю, да? Нужны ли два Мьолнира? Рубик Аганим. Рубик Аганим. Вспоминаем. Блэк Холл. Там все, там кастуй, не перекастуй. Тут Рубик вообще первым фокусить хочет. О, далеко у нас в Тим Тим, далеко. Опять не успели. Медуза сейчас спалит все это ближок, но поздно. Слишком поздно. Или не слишком поздно, друзья? Слишком поздно, они успеют. Они успеют зайти, нужно уходить. Зарошана идти. Тенцеда прекрасно понимают. А Тим Тим запили, они просто вышку бьют. Хорошо. Праймал Рор, БКБ успевает нажать. Омни слэш сразу же. Медуза здесь, Стон Гейс подрубает через Блинк. Омни слэш продолжает работать. Гэби. Гэби замерзает. Финс Гри продают. Продают Джиггернаута. Влетел неудачно своим Омни слэшем. Дальше цепляют. Кентавр стал неплохо. Тут же Ротфотос по бейсмастеру. Бейсмастер работает. Станант Гуннера тоже замечательный. Даблкил получает Лина. Идем дальше. Прыгает Энви. Откидывается Шапнелли. Там тем временем снайпер. Не позволяя подойти ближе к своим тиммейтам. Снайпер. Ну и в итоге Тим Тим. Что, разводить на байбэк и идти на Рошана? Или как? Да, байбэк есть от бейсмастера. Джиггернаута надо делать байбэк. Без тебя подраться не получится. Хотя он не слэша. Нет, может и без него придется. Непонятно. Хеликвар все равно в драке решает. Тим Тим. Добивают Рошана. Проигрались в этом моменте ТНТ. Смотрим, что дальше. Ой-ой-ой, ты куда? Ну, на самом деле он мог Рошана забрать. Потому что еще в айс-пасе стояли у нас ребята. Им нужно было раньше это делать. Айгез для Энви. Еще один фраг для Тим Тим. Джиггерос погибает без байбэка. Опять же к тому, что ТНС очень плохо реализует свое преимущество. Которое у них было в начале. На первом Рошане. После первого Рошана. Согласись, что конкретно здесь ТНС просто не поверили в себя. Они не стали добивать Рошана. Они испугались. Они не могли. Они не стали добивать Рошана здесь. Они не стали добивать Тим Тим. В мидгейме. То, что сейчас уже потихонечку лейт наступает. И все равно Медуз с Эйгисом. Шестислотовая. Как ты ее сейчас возьмешь. Опа, ворованный Финсгрип от Тимса. Подержал Лагунара. Но как-то без продолжения. Опять же. Слишком боятся. Я не понимаю. Но вот влетишь прямо сейчас как Джиггернаут. Джиггернаут так может. У него он не слэш. Во время он не слэша его не зацепить. Но если снайпер войдет, он получит. Блэкхолл, ревич. Как же страшно. Просто как страшно влетать в эти драки. Да. Тайтхантер еще свое резкое слово не сказал в этой игре. Они вообще никаких слов не говорят. Ни Тайтхантер, ни Энигма. Они молчат. Ни Рэвиджи, ни Блэкхоллов мы за эту игру не видели ни одного. Потому что это не обязательное условие для победы. Обязательное условие для победы это Медуза Шестислотова. Вот это хорошо. Остальное это все так. Приходящие и уходящие. А вот это Даггер. Энви еще и Гангер. Смотрите на этого чудо-парня. Атос. Ублинковывается Тимс. Никого не поймали. Момент был интересным. Стоунгейс был потрачен. Понятно, что это не повод для Рэддианта идти биться. Габи. Да, покупается Даггер для мобильности все-таки. Неплохой артефакт на Риггернаута. Ну, Манкинбары нужны. Без них трудно будет. Обе команды пассивные. Вот Рошана забираешь. Ты с этой Медузой под Тайтхантера. Ты можешь зайти уже куда угодно. У тебя такая Медуза. Пока тут Манкинбаров не появилась. Опа. Кто у нас представляет? Бэй. Бракского Септер заранее нажал. Айспас хорошо выпрыгнул через Блинк. Неплохо все сделал. Теперь нужно отбегать дальше. Артут Кабанов истребляет. Иллюзии. Все-все-все нужно разбить. Продолжение и погоня здесь никакой не будет. Энви под Волком еще. Аура. Этой Хантери на 20-м. Минус 5. Кармору от Гаша. Это больно. А если он в Аганим будет выходить, это совсем больно. Покажите нам Тайтхантера. Может у него в Кикбай реально Аганим лежит? Нет. Рефрешер. Вариант простой. Я покупаю рефрешер. Рубик не покупает рефрешер. Я даю реведж, он дает реведж, а я даю еще один реведж. Я победил. Все верно. Математика очень здесь простая. Но это может произойти так. Сначала ты валяешь реведж, а потом сверху блэкхолл. И уже ничего не нажимаешь, да? И уже ничего не нажимаешь. А бывает по-другому. У тебя рефрешер, ты нажимаешь драки в начале рефрешера, потом даешь один ультимейт. Это мы видели тоже. С блэкхоллом было от Энигмы. Такие тоже варианты бывают. Что только не сделаешь в панике. Честно, вот я смотрю, как Медуза продолжает оверфармить. И отставание тех же Снайпера и Джаггернаута растет. И уже до отметки 7-8 тысяч оно доходит. Я не очень верю, что Снайпер и Джаггернаут вообще понимают, как эту Медузу побеждать. Ну вот, если четкие планы, я лейт. Как играть. Но понятно, что от ошибок соперника можно поиграть. Рубик, чтобы захайлайтил, замикрил и здорово раздал способности ворованные. Но без МКБ здесь трудно выиграть. Поэтому тут драк, наверное, не будет до МКБ. Будут какие-то смерти, да. Может быть, кто-то будет где-то загуливать. Но тут нужно именно Манкикенбар. А Медузе нужны вторые Трвела, чтобы просто сплитпушить спокойно лайн. Некрономиконы запоздал. И если появится для Медузы, это скорее просто фарм дополнительный. Драки под сплитпшотом, ты не хочешь отправлять своих суммонов вперед. Бестмастеровская, все это тоже фарм. Вот и рампа. Заход на хайграунд, две катапульты работают. Вошел вперед просто Энви. Ничего не нажав, просто пошел. Он просто пошел вперед. Получил Телекинезис. Дуал Брест, его пробивают. Энви впитывает. В это время работает Гунар с катапультами по вышке. Энви под Макропирой, под Айспасом, под Праймал Рором и Ассасинейтом под всем Энви. А Егис отдал. Окей, справились. Очень опасно, на самом деле. И у нас стоит еще здесь Гунар. Айспас хороший. Вот Лину может быть убить, Ассасинейт. По Гунару работаем. Есть, правда, Кримсон Гард. Издалека Тафорики летят. Смог внезапный от Бракса, Нишема и Икс Майка, которые стоят чуть позади. Они ждут момента для того, чтобы просто ворваться. Праймал Рора нет. Макропиры нет. Как же бесконтактно они. Одну драку 5 на 5, пожалуйста. Я вас очень прошу. Блэкхолл Рэвич. Хотя бы один заиграю. Ты понимаешь, что Рубик с Аганимом? Он кидает Мистик Снэйк и все в камни. Хорошо. Рэвич. Вот он момент. Зацепила четверых. По Рубику нужно работать. Рубик сворует ли что-то. Рубик тут просто разворачивается. Там Стонгейз. Снайпер Джигернат моментально делает байбэки. Тайтхантер на развороте будут ловить. Он прожимает просто гостептер. Вот они камни. А дальше-то что? Удар спина. По Браксу очень мощно работает. Гашему всплывает Кукуат. Бросит, чтобы просто замедлить. Икс Майк тоже принимает на себя весь урон, чтобы команда смогла отойти. На блинках Юшем здесь перехватывает уже Джакиро. Неплохой эспас. ТП от Энви. Нужно сбивать? Нет, не сбивают. Остальники зато, правда, будут забирать. Гунардис тоже не уходит. И живых остаются только Энигма и Медуза. Живых остаются Бараки, самое главное. На байбэке. Байбэке на двух кор-героях. Это первая и вторая позиция. Байбэк также потратил бейсмастер. Но до этого мы видим. Просто кулдауны запустились. Дуза живет. Самое главное. Да, Рэвиш один. Блэкхол пока ноль. Работаем дальше. Что теперь Рэддентом делать? Хорошо, идем. Товарищ Гунар, 418 голды, да? Интересно, интересно. 38-ая минута, без байбэка. Отдается. По идее эти все об этом, конечно, не знают. Они должны постараться выбить эти самые байбэки, отойти. Сейчас посмотрим. Сразу пытаются сплитпушить две линии. Медуза 7 тысяч. Медуза. Все нормально. Медуза в соло может отбиться, на самом деле, мистит снэйки. Опа, ответный мистит снэйк. Да, да, да. Это Рубик с агонимом. Это очень опасно против Медузы. Маны нет у нас, Габи здесь. Сюда и спас. Поставили. Побили немножко. Праймал рор. Остановили Медузу. Бьем. Больно. И на сэнви. Байбэк есть. Нажимает. Байбэк моментальный. Лина не байбэка. Теперь Тинси точно понимает, что байбэк элементарный. Нет. Иксмайка здесь будут ловить. Очередной хороший мистит снэйк от Тимса. Медуза сейчас нельзя погибать. Она после байбэка далеко забегает. Угу. Там погибает Иксмайка. Иксмайка есть байбэк. По ку-ку работаю дальше. Под Малифайсом он, конечно, никуда не уходит. Он после байбэка. Кулдаун там у него еще работает целую минуту. Энви прыгает дальше. Да, появляется наконец Гунар. Появляется Тайтхантер. Ну и путем потери Тир-3 и одного байбэка от Медузы обороняются ребята из Тим Тим. Скачали. 1.2. 4.2 на Тим Тим. 4.2 на Тим Тим? Серьезно? На вторую карту. Слишком много. Окупился, кстати, Медас. Вот только-только. Байдов. Все, продаем. И Дейдлс. Теперь уже деньги экономить нет никакого смысла. Опа, кто-то у нас там Бэйн. Иксмайк загулял. Да, давай их вот там разбирают. Ну, кстати, плохо. На самом-то деле сейчас с рабочим Бэйном можно было в пятером идти. И в отсутствие бестмастера пытаться еще одну линию ломать. А так погибает Бэйн. Уже количество игроков стоит с другой стороны, но уравнивается. И есть МК Бэйо снайперов. Да, и это очень круто на самом деле. Ну, Медузу с дистанции убивают. Смотри, пxp 10 тысяч, 15 тысяч сейчас повели у нас ребята. Ну, 15 тысяч отыграли, то есть ребята из ТНС. Да, Медуза уже по пxp просто в потолок уперлась. А ТНС там добирают свои 25-ые. Поэтому сейчас и будут такие разницы. Но меньше тысяч за командой ТМТ. Вот вопрос опять-таки. Байбэк у Медузы, байбэк на Джаггернауте, снайпере. Кто будет что делать? Или не будут делать ничего, ни те, ни другие? Медузе нужно перестать змейку кидать, чтобы ее Рубик цеплял в ту змейку. Потому что очень решает камень. Слишком долго ты стоишь там. И все иллюзии моментально убиваются на Медузе. Как раз-таки те иллюзии от Манта Стайл, которые неплохо дамажат, они моментально умирают от змейки. А нужен еще один момент, при котором Тайтхантер впрыгнет, достраивает, что там какого-то Рубика быстро зафокусить. Понятно, что там байбэки будут и так далее. Но вот очень не хватает блэкхоллов. Очень не хватает на самом деле этот драк, по большому счету. Никму хочет выйти в БКБ. Где-то гем выпал. И по Рошану 30 секунд до него. Очень многое будет решать сейчас именно убийство этого Рошана. Потому что кто возьмет Аегис, тот будет прав. Отсутствие байбэков это сильно влияет на игру. Медуза просто всю карту подожгла. Муншард. Съедаем. Муншард больно. Муншард и Дейдалус. Прекрасно понимаю, что байбэка у него нету. Только выкупался. Еще вот нам показывают 5.25. Без байбэка и... Ну, очень сильная Дуза. Очень сильная. Очень сильная, но без БКБшная. Что нам показывало предыдущие 2-3 минуты? Что Медузу с дистанции убивают. Несмотря на всю ее силу, на всю ее мощность. За айспастом, за какие-то удары снайпера в спину. Не хочется ли купить БКБ в этой игре 10-секундной, нажать на кнопку, пойти развернуться? Рефрешер-шард. Очень хочется этот рефрешер-шард взять для Тайтхантера, а для Ниигмы той же. Тайт вообще, если рефрешер там подходит, мне кажется, к нему уже, и у него будет, если 3 реведжа, будет вообще боль, тоска, печаль, слезы, сопли. Дабл-дэмэдж в бутылку. Готовка к драке перед Рошаном, скорее всего. А показывают нам голду, которую зарабатывали Медузу Джекернаут. Саду Блэйс, это отдел вместо рефрешера, чтобы более крутую позиционку выдерживать. Все ради одного реведжа. Он понял, что все-таки его реведж очень сильно решает, потому что у коров команды Тин-Си нет блэкинбаров. Драка может быть очень интересной сейчас. Хорошая позиция Тин-Си, видят Гудара, будут ли нападать. Да, заходят на его через Телекинез, быстро будут забирать. Нужно как-то сейвить, прыгивает Медуза. Есть реведж защитный, Гудара спасти, Гудара не спасают. Есть байбэк, есть травла, моментально тп, через святыню, реведж ворованный. Теперь Атимса работает по Медузе, блэкхол от Энигмы. Бот Раим, неплохо сыр, но Медуза погибает, это кто будет у Рома вносить, и ворованный, и блэкхол от Тимса, что он сделал? Невероятно, Тим-Тим пошли, убились, Рубик, Тимс, потрясающе, реведж и блэкхол, браво, просто браво. Это выход в трон сейчас будет. Нечему броняться, Медузу потеряли. Как же они круто провели сейчас эту драку. Это было великолепно. Они бесконтактно фокуснули Лину, там один только Джакира подставился. Ну как они делали, да, вот все вот эти последние разы. Просто рор, издалека все кинули, как раз там макропируют и так далее. Потом абсолютно то же самое сделали с Медузой. Ее снайпер очень круто расслабили, потому что снайпер вот эта МКБшка, которая у нее появилась в недавнее время, она очень сильно решает, и он ей супер много дэмэджа нанес. Классный блэкхол был от Энигмы, но здравствуйте, вот я с Агонимом Рубик. Это блэкхол, когда Медуза уже мертва, и когда Рубик просто ворует этот блэкхол. 75 секунд с Аегисом, рефрешер-шардом, и всем-всем-всем-всем все фуловые, мы идем, я думаю, в трон. Смотри, у него остается блэкхол, сейчас он нажимает шард, у него будет еще один блэкхол за ним. О, боже мой, Тимс, ставь эту точку. В трон надо идти. Скорее всего, драки даже и не будет, потому что без Медузы как отбиваться вообще непонятно. Да, забирают бараки, идут под Сир-4. И... Браво, ну, Тимс просто молодец. Бракс пытается что-то сделать, крип скипит хоть как-то, но пачка крипов хорошая, идет по центру. Медуза смотрит на это, смотрит на это Энви, смотрит на это команда Тим. Пытается отбиваться под крипсы. Вот он блэкхол по четверым. Тимс ставит жирнейшую точку в рамках данной встречи, отправляя команду Тим-Тим домой, обратно в Америку тренироваться. Ну, а команда Тинси будет продолжать свое шествие по нижней сетке. Браво, браво. Замечательная карта, красиво. Красиво и отвратительно. Одновременно. Одновременно. Красиво безотвратительно, наверное, не может. Это баланс. Да, ну, поздравляю друг друга. Это была экранизация, знаешь, романа «Преступление и наказание». Преступление против Рубика на первый пик брать из таких героев. Наказание – это то, что показал нам Тимс. Своробав отличный блэкхол и выдав против соперника. Ну, это хайлайт, это то, что можно будет смотреть потом в повторе на Ютубе. Он реально, он вычислил вот это вот полезное заклинание. Если ты не можешь своробить рэвэдж, если ты не можешь своробить блэкхол, Мистик Снэйк, он реально имбалансный. Когда стоят все в камне, в замесе, ты не можешь ничего делать. Довольный? Очень грамотный. Да, Тимси заслужен, на самом деле. Ну, они лучше играют. Они лучше этих команд, они лучше этих миксов всех, которые там, половина здесь собраны. Поэтому, ну, по-хорошему они должны проходить и должны проходить. Но в тройку в этом чемпионате они должны были или, может быть, попадут еще. Может быть, еще и попадут. В любом случае, да, друзья, результат известен. На сегодня это был последний матч по второй карте. Там очень много, что можно рассказать, проанализировать. У нас для этого есть чудесная студия аналитики, ее ведущему, слово передать им. Да, да, спасибо. Ну, у меня вообще ощущение было, что это карта формата 40 секунд держишь, а потом просто такой крыга замечаешь, что ух, хорошо, ух, хорошо. Прямо было. Замечательно, замечательно. Очень красиво. Да, классно. Да, но у меня хорошие новости, по-моему, для нашей команды. Ну, то есть всегда, когда выходит вторая команда из СНГ региона на мажор, она занимает топ-16. Да, у нас такая традиция. Это неважно, там, Пангольер или это, или, там, другие коллективы. Na'Vi, например. Сейчас два коллектива из Америки, которые вышли на Диснейленд, это TT и Complexity, показали самый, наверное, ну, самый худший геймплей на всем чемпионате, да. Complexity вылетели с последнего места на последнее место. Не считать, да, но мы как бы их за скобки вынесли. По факту, самые последние места. И, по-моему, это хороший шанс для нашей команды не занять последнее место на Диснейленде. Ну, вообще, это правда, да. Ну, TT такое себе, конечно, такое себе. Я, правда, тут TNC тоже, ну, как бы, опять вот это, ну, это смайл с адекватом, они же часто комментируют вот эти вот всякие матчи, и, кажется, они отмечали этот момент и во время прошлого комментирования вроде вообще, что у TNC вот эта проблема есть, что они, заработав какую-то доминацию, просто имеют доминацию, даже она, доминация может выражаться даже не в том, что ты имеешь, там, денег больше или еще что-то, ну, просто у тебя такие герои, которые в какой-то период времени они просто элементарно сильнее. Какие-то ключевые предметы куплены, и вы можете, ну, практически заканчивать, заканчивать на рампу. Ну, как это делают, там, Virtus.pro какие-нибудь, которые просто минус один фраг, они, все, они у тебя уже на рампе, они уже танцуют там, все, тебя ломают. А TNC здесь, они могли намного раньше что-то, ну, как бы посильнее напрячь. Пока там только Медуза с деньгами, больше никто. Медуза, конечно, змею что-то дефит, но это, совсем все это можно пережить. Учитывая, что есть Хилдвард, Джаггера, Ликвидфайр, Снайпер, который стреляет с безопасного ренджа и так далее. Напасть на них невозможно, было в один момент, потому что там, как раз таки, Рубик на защите и так далее. Но они дотянули до момента, что чуть еще и не проиграли. Хотя, конечно, а до этого было очень далеко, потому что Снайпер запущать тоже невозможно. Так что TNC все-таки к ним вопросы, но действительно, они лучше, лучше, чем ТТ, это видно. Игра была о Снайпере и Рубике, но их три тиммейта просто выиграли им колоссальное количество времени, колоссальное количество фарма. На мой взгляд, все сыграли супер-супер круто. Хоть игра была в какой-то степени, это единственный момент, который был плохой, из-за которого, в общем, смогли напасть сильно вниз. По драфту, по драфту, по драфту было абсолютно без идей, на мой взгляд. И вот то время, которое TNC должны были выиграть, вот это была единственная сложность, они выиграли. То есть ввели 15-5, а дальше абсолютно закономерно закончили. Причем, вот мы, кстати, перечисляли сплы, которые воруют Рубик, все-таки классные и так далее, но мы как-то даже не вспомнили о змее, за счет которой они смогли довольно легко задевить. Безумие вообще какое-то насосное. Если говорить про Team Team, то, ну, безусловно, скажем так, один Blackhold за игру, который украл Рубик, это не тот результат, который вы хотите от героя, который, на какой-то позиции находился. В центре таблицы по Night Wars он находился, это и Нигва. Ну и герои на ФП взят. Ни разу не попытались они использовать нигде Реведж, Blackhold. То есть, да, скажем так, наличие этих заклинаний это тоже оружие, то есть, возможно, это причина, почему ТНС не захотели глубже, не наращивали инициативу, потому что, ну, блин, у Тедхантера есть Реведж, у них есть Blackhold, один раз в неудачном стане и так далее. Но все же, хотелось бы увидеть, как они это, ну, хотя бы по карте пару раз потратят и хоть какие-то киллы да возьмут. Ну да. Или обжектив какой-то, вот Рошан точно, какой-то и так далее. Не срослось. Ну, здесь уже опасный момент был, да, по факту, и мы по поводу ЗМИ поговорили? Да. Да, просто рано. Я, конечно, немножко журю Снайпера, что он не купил Мидас. Я думаю, он сам пожалел, что купил Мидас. В этой игре, конечно, Мидас бы ему окупился тысяч миллиардов раз и вообще с его КДРом. Ты не хочешь Шарап-альбом записать? Мидас окупился, по-моему, тысячи миллиардов раз. Сам с Мидас, вообще рифмуется другое слово, за которое в Твиче банят, поэтому... Тараско? Ну да, можно случайно. Да, бедная Медуза, что же с ней делаете-то? Ну, приятно было наблюдать или приятно. Надо было Блинку пытаться раньше взять либо на Эниггме, либо на Хантере, это же очевидно. Кому-то из них пытаться что-то сделать. Вот, ну, сложно сказать. Наверное, помнишь, Димон, Димон, Димон же гений у нас, он как раз говорил, нужно убийцу Рубика, короче, какого-то, что, ну, в действительности герой, который может... Подожди, подожди, замедление нам, пожалуйста, замедление нужно срочно. О, да, если кто-то скажет, что Рубик первый ревердж дал плохо, на самом деле он дал его очень круто, потому что, в общем-то, цель убить Медузу, у них нет байбека, и они об этом прекрасно знают, если убить просто Медузу, то они уже побеждают, поэтому он просто дает реверджу Медузу, и они как бы валивают ДПС, в нее все верно, дальше тут Энигма как бы сама решила. Ну, с другой стороны, если... Зоя оставалось сделать вопрос, заставляет Энигму прыгнуть, иначе она убьет снайпера. Да, иначе... Ну, Медуза так умерла. Вопрос другой, как вы можете так позиционироваться под Black Hole? То есть вы знаете, что Энигма дает Black Hole? Вы знаете то, что его состилили сто процентов, потому что вы противник агоним. Тебе нельзя подходить к Энигме, нельзя. Ну, там уже паника, паника, там уже, типа, врываемся душем. Вот. Короче, да, Димон, Димон, как бы нужен герой, я бы подумал, что сразу, когда рефрешер-шарт возьмут, они сразу Рубику отдачат, он сразу зарефрешил, еще раз заулетил. Это грамотно. Нужен герой, который может как-то разорвать ряды противника, вот эти вот редуты в виде Бестмастера, Джакира, который где-то в мид так стоит, Бестмастер, который спереди, Джаггер, вот как-то мимо них всех как-то надо попасть к Рубику и что-то ему сделать, да, то есть заставить бежать, убить, дать стан, Сайленс там, что угодно, чтобы, соответственно, Нигма с Тайдом смогли раскаститься, потому что иначе действительно вряд ли получится нормально это сделать, но такого героя не нашлось, его просто не было. Могу сказать там, допустим, пару героев, например, первый герой, это я видел игру Энигма Спектра, Спектра нажимал ультимейт и все за место бегало только с Рубеном, Рубена просто драки прогоняли и Энигма давала Блэк Холл. И вариант номер два, который они, по-моему, показали на каком-то китайском турнире, я не помню эту команду, кто именно это сделал, там был Найс Сталкер, он просто подрубал ночь и все драки, он просто бежал за Рубеном и Рубен ничего не мог сделать, тоже было довольно-таки интересно. И вот когда такой герой есть, Энигма хорошо себя может показать, а когда такого героя нет, Энигма, все, у него связаны руки. Ты дашь Блэк Холл, его своруют и убьют твою команду. Вот, в общем, то, что мы увидели, без шансов. Ну, вот можно было, если вот теоретически думать, Тед Хантер покупает рефрешер, если они идут правильно. Не так, что как драка началась-то, Лина одна бежит впереди, ее напали, сразу убили, уже плохо, уже суперплохо, и Медузова не позиция. Вот, если вот Тед Хантер реведж, и он как бы дадаст реведж, реведж, вот за это время, возможно, у них что-то получится. Но это при этом не должна Лина идти вперед, и должен быть, скажем так, рефрешер на тайде. Но, опять же, вопрос, как закончить игру. Вот это тяжело. Рано или поздно у снайпера будет БКБ, либо он будет слазить слишком далеко уже. Ну, они, кстати, были близки. То есть, если бы они, тут в этой драке вроде не было у снайпера, Джекера еще байбеков до сих пор, по-моему. И если бы вдруг как-то повернулось бы по-другому, то они как бы, ну, убиваешь, так ты и заканчиваешь, в общем-то, игру. когда у тебя уже Лина умирает первая, и снайпер стреляет Медузу, надо что-то делать. Это вопросы Вижена, потому что, вообще-то говоря, их просто подловили, я там на этой горе. То есть, Лина выходит из тени, и как бы люди выходят из смока. Лина это видит, сразу же проживает БКБ и назад. Это в нормальной реальности. А в ненормальной она ничего не видит, она идет дальше, умирает, ГГ. Ну да, грусть и печаль, беда. Мы можем посмотреть с вами, друзья, табличку плей-оффа. Минески и Нави, напомню, завтра будут в час дня по московскому времени, поэтому проснитесь, пожалуйста. Я понимаю, что пятница тяжелый день, особенно ночь, но все-таки стоит выспаться и встать к часу, чтобы посмотреть Минески и Нави. А до этого, до Минески и Нави будет The Pung против King Gaming. Опять же, крайне интересное противостояние китайцев против СНГ-коллектива. Китайцы уже отлетели от одного СНГ-коллектива, могут, в принципе, и в втором случае это сделать, хотя, конечно, будет очень сложно. Ну и, соответственно, последним БЛО-3 мы будем смотреть ТНС и Predator против той пары, которая победит King Gaming и The Pung. Я думаю, последние слова по двум американским командам, потому что американских команд больше нет на этом чемпионате. Если у кого-то есть желание, если нет, мы можем сразу пойти отдыхать. Тут как бы не чокаясь. Да, хорошо. Не чокаясь, так не чокаясь. Что ж, на этом студия Аналитики с вами прощается. С вами был Кристал Мэй, Нес Фобос вместе с Ластом. И я надеюсь, что вам сегодня понравилось, потому что вроде как было весело. До завтрашнего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok